Дорогие друзья, уважаемые намышленники, сегодня у нас встреча в Институте биосенсорной психологии с директором Института Павлом Ефимовым. Добрый день, Павел. Добрый день. Я хотел, может быть, начать наш разговор именно с представления об Институте, поскольку, насколько мне известно, это единственный институт в нашей стране, который имеет государственную лицензию именно по этому направлению. Правильно я понимаю? Да, совершенно верно. У нас образовательная лицензия на дополнительное профессиональное образование в области биосенсорной психологии. То есть мы готовим специалистов, биосенсорных психологов, консультантов, которые могут работать, соответственно, в области психологии, в психологическом консультировании методами биосенсорной психологии. И как долго институт работает? Институт существует уже с 1998 года как образовательная организация. Ну, до этого он тоже существовал где-то с начала 90-х годов, ну, в различных, скажем так, формах. Ну, вот с 1998 мы уже работаем как образовательная организация с лицензией. Ну, я слышал о том, что даже в книгу Рекордова Гиннесса ваш институт как-то попадал, да? Несколько слов можно об этом сказать? Да, совершенно верно. В 2008 году у нас в России был зарегистрирован мировой рекорд. Звучит он как самое большое сообщество людей, обученных в кратчайшие сроки навыкам телекинеза. На тот момент времени мы единоразово обучили более 300 человек без особой подготовки, без, скажем, каких-то дополнительных тренировок, способностей, по сути, людей, которые пришли к нам с улицы, что называется. Ну, телекинез – это перемещение предметов, либо вращение там, да? Вот, может быть, мы покажем нашим зрителям вашу лабораторию непосредственно. Без проблем. Да, телекинез, в общем смысле слова, это бесконтактное перемещение предметов. Мы для телекинеза используем различные подвесы, которые находятся в стеклянных колбах, чтобы ограничить движение воздуха, чтобы ограничить какое-то внешнее механическое воздействие. Соответственно, чтобы была уверенность, что это действительно, это воздействие передает человек без каких-то влияний. Ну, и, конечно, физика – это явление, по-моему, до сих пор не найдено, да? Но то, что мысль наша материальная, и то, что она способна влиять на что-то, это, наверное, сегодня общепризнанный факт. Вот у вас какие-то версии есть насчет физики процесса, хотя я знаю, что вы в основном работаете просто с практическими вещами. То, что ощущаете, с тем и работаете, правильно? Мы действительно очень много времени посвятили исследованию этого вопроса. Как раз в 2008 году, когда был зарегистрирован этот рекорд, порядка 4 или 5 лет мы занимались исследованиями этого процесса и к этому привлекали различных ученых. У нас на тот момент времени лабораторию по исследованию телекинеза возглавлял профессор, доктор технических наук Дульнев Геннадий Николаевич. В советское время он был известен тем, что он очень много лет изучал советских экстрасенсов, в том числе и Нинель Сергеевна Кулагина. Ну и вот на закате его жизни нам посчастливилось с ним познакомиться, и он как раз пытался понять физическую природу этого явления. Проводилось довольно много опытов, которые показали, что не электромагнитные, не электростатические, не тепловые поля. То есть были исследованы практически все возможные, но известные на данный момент науки поля и типы воздействий, но все они не подтвердились. В одном из исследований мы даже вот эту спиральку, вот этот предмет помещали в вакуум, в вакуумный сосуд. Все равно воздействие было, то есть что-то здесь, ну скажем так, более тонкое, чем может замерить современные технологии физические. Ну, как известно еще со времен Кожинского, да, который исследовал биологическую радиосвязь, когда совершенно где-то на подводной лодке далеко находился там, так сказать, партнер. И тем не менее передавались мысли на расстояние, да, это говорит о материальности мысли. И, наверное, о несовершенстве все-таки той картины мира, которая сегодня сформирована для физиков, поскольку, ну, в моем понимании, идея эфира была отброшена незаслуженно в 905 году в свое время. И я многие вопросы, в том числе ваш уровень, он, ну, для себя внутри так, я не могу без привлечения теории эфира объяснить вот происходящее, потому что я тоже с многими вопросами сталкивался. Ну, а, может быть, Павел, я хотел бы попросить тогда все-таки так вот для зрителей, кто не сталкивался с этим вопросом, пояснить, что же такое биосенсорная психология. Вот мы как раз закончили, да, на том, что, по всей видимости, вот эта наша психика, да, вот психические процессы, которые в том числе вызывают явление телекинеза, оно материально. Ну, вот как мы говорили там, то ли это мысль материальна, то ли это материально что-то вот еще более глубокое, да, в нас. Но поскольку вот физиками, которые мы привлекали, мы не смогли найти в организме человека тот, скажем, ту систему, тот орган, который может транслировать эти волны, да, ну, с физической точки зрения. Помимо физиков, на самом деле, мы привлекали и физиологов, и врачей, то есть там был большой ряд ученых. Мы пришли к выводу, что вот наши психические процессы, которые происходят в нашем теле, они являются материальными. Вот, и, соответственно, ну, вот тут, да, те процессы, те, то, что психика нас продуцирует, да, оно материально. Вот этот тезис лег в основу биосенсорной психологии. Если мы само слово будем разбирать, да, биосенсорное, то есть био, это приставка, да, означает, ну, относящаяся к живым существам, сенс к чувствованию, да, соответственно, ну, биосенсорная психология, она отталкивается быстрее от исследования чувствительности человека, да, его возможности почувствовать более тонкие процессы, нежели на современные, скажем так, вот достижения науки и техники могут... Ну да, то есть просто фиксируются некие ощущения. А я помню, когда обучался у вас, то, в общем-то, вот у вас и термины специфические, клубление, действительно, вот происходит нечто, что ты просто это ощущаешь в яве. А что это такое? Да, совершенно верно. Поэтому вы вынуждены свои термины уже вводить, потому что, ну, как, мировоззрение – это что такое? Единство каких-то образов, явлений и слов. Если нет слов, то нет устойчивого мировоззрения. И если слова есть, но им ничего не соответствует, то тоже. Поэтому здесь вы вынуждены формировать вот такую целостную картину, как я понимаю, вводя и собственные термины и определения. Совершенно верно. Более того, ну, у нас существует довольно много терминов, которые пришли к нам. Какие-то с Востока, да, какие-то откуда-то из Запада. То есть, на самом деле, ну, духовным развитием человека занимались с давних времён, да. И определённые терминологии уже существуют, например, там, чакры, да, которые к нам пришли из восточных учений. Но, опять же, что такое чакра? Чакра – это в переводе с санкскрита круг. Круг либо колесо. Соответственно, а мы вроде бы теми же процессами, да, занимаемся, мы тоже вот с чакрами имеем дело. Но мы вынуждены ввести другое понятие, да, для того, чтобы, ну, скажем, для нашей психики было понятно, с чем мы занимаемся. И мы, скажем, исследуя принципы и, ну, скажем, суть вот этих процессов, да, обратили внимание, что в этих зонах, ну, преобразуются некие энергоносители, да. Да, эти зоны, они, в этих зонах у нас происходит преобразование нашей энергии. Мы назвали зоны преобразователя. Ну, и с многими такими вещами мы ввели термины, которые будут понятны для нашего сознания, ну, и для русского человека. Ну, вот, мне кажется, здесь очень точно вы поступили мировоззренчески правильно, потому что, ну, понятие – это единство слова и образа. Мировоззрение – это, значит, с одной стороны набор лексики и слов, с другой стороны набор, значит, явлений и процессов. И третья составляющая – это взаимосвязи между ними. И когда мы в наше русское мировоззрение под те или иные процессы явления начинаем вводить нерусские слова, то получается как раз дезорганизация в наших мозгах. Потому что, на мой взгляд, увлечение такими восточными практиками неосмысленное, с применением нерусскоязычных слов, оно способно создать кашу в голове большую, чем до того, как человек начал заниматься этими практиками. Поэтому я помню ваш курс, когда вы всё называете русскими словами, так же, как я вот сейчас с вольным казачеством работал, как-то так. У них тоже там это понимание есть, но они просто… Это живот, это горло, это чело, русские слова, и тогда всё это понятно. Вот, когда на это явление накладываются вот такие чужеродные слова, я не уверен, что это несёт пользу в целом. Это создаёт определённую путаницу. В итоге мы имеем то, что мы имеем. В общем, очень много людей, они где-то что-то слышали, да, где-то что-то, скажем так, вот, почитали, а в итоге общего представления, общей картины, ну, мало кто имеет. Мало кто представляет. Потому что это не несёт какого-то позитива для жизни зачастую, такие практики. Да, в том-то и дело. Потому что в восточной практике они хороши с определённой мерой понимания и при наличии реально понимающего в этих вопросах наставника. Вот, когда начинают, так сказать, самостийно, то не всегда это даёт, на мой взгляд, положительный результат. А вот, Павел, может быть, так немножко по-простому и по-понятнее, какие же всё-таки вот способности через ваш институт человек может получить дополнительные? Вот он пришёл к вам на обучение, и с чем он уходит? Какие способности новые у него появляются и возможности? Как я сказал, да, биосенсорная психология, она в первую очередь развивает чувствительность, развивает, ну, другими словами, может быть, осознанность, то, что сейчас модно употреблять это слово, да, вот осознанность и внутренняя способность к внутреннему регулированию. То есть мы в первую очередь учим людей регулировать био-энергообменные процессы, которые протекают в нас. Это не значит, что человек, начиная заниматься, он, скажем, вот эти процессы в нём открываются. Нет, на самом деле человек является открытой системой, это, в общем-то, мы все знаем, да, и мы постоянно находимся в энергоинформационном обмене с окружающим пространством, людьми и так далее, и так далее. Мы же обучаем контролировать эти обменные процессы, при необходимости их, скажем так, активизировать и, ну, насыщаться, да, мы так это называем, при необходимости их направлять в нужное нам русло. Что это на практике даёт, да? Ну, на практике это даёт улучшение самочувствия, приток сил, зачастую улучшение здоровья, то есть не просто самочувствие, а, скажем, избавление от ряда заболеваний. Ну, довольно большое количество заболеваний, оно носит психосоматическую природу, да, в том числе мы помогаем, вот, избавиться от этих заболеваний. Другая сторона, стать более чувствительным, более восприимчивым к окружающему миру. Ну, что это в результате даёт? Лучшее понимание между людьми, да, во взаимоотношениях, в рабочем коллективе, умение находить общий язык с коллегами, подчинёнными, руководителями, умение предчувствовать, предвосхищать какие-то события, да, то есть это можно, конечно, назвать ясновидением, да, кто-то это и называет ясновидением, но это быстрее умение почувствовать ситуацию, умение почувствовать, куда эта ситуация приведёт. Понятно, да, дело в том, что, конечно же, человек живёт взаимодействуя с ноосферой, с эгрегорами, с Божьим промыслом как-то, да, так или иначе опосредованно, и, в общем-то, понятно, что это нужно ощущать, и навыки такие можно, наверное, развивать. Вот ты сказал о чувствительности, и я вот неожиданно для себя совершенно эту мысль услышал на научной конференции, которая проходила в вашем институте, и там стоял вопрос о том, что занимаетесь вы другими вопросами, не только повышением чувствительности, но в определённых ситуациях нужно, наоборот, загрублять чувствительность и восприятие, да. Бывает, бывает. Этим занимается Виктор Юрьевич, я знаю, у вас, да. Вот, мне кажется, очень интересная тема, если можно, немножко расскажите об этом. Это по поводу того, как выходить из стрессов, когда человек оказался в сложном состоянии. Мне такие вопросы зачастую задают, и было бы очень интересно услышать из ваших уст ответ на такой вопрос. Я начну, наверное, почему мы вообще к этому пришли. Дело в том, что помимо того, что мы, скажем, работаем с психическими процессами, да, человека, с развитием, ну, в чём-то духовного его роста, для нас очень важно, чтобы вот те эффекты, которые мы вызывали, они были подтверждены, ну, не просто самоощущением человека, а, скажем, ну, либо приборно как-то, либо какими-то компетентными людьми. И поэтому на протяжении всего, всей деятельности института мы, скажем, подыскивали различные приборы, различные технологии, которые могли бы, ну, зафиксировать вот эти вот тонкоматериальные явления. Ну, и вот работая в этом направлении, мы обнаружили, что существует довольно большое количество приборов биологической обратной связи, да, которые, скажем так, могут, ну, отразить ваше внутреннее состояние, да, скажем так. Мы можем обманывать себя, мы можем обманывать окружающих, но сам наш организм, он, скажем, всегда выдаёт реальные эффекты. И звучает в пространстве то, что внутри. И приборно, скажем так, это можно замерить. Ну, скажем, всем известный детектор лжи по-научному, да, полиграф, он, в общем-то, этим принципом, на этом принципе и построен. И вот у нас тоже разработана технология в нашей лаборатории по снятию стрессовых ситуаций у человека, основанная не только на повышении чувствительности, а основанная на, скажем, вот, приборной коррекции психических процессов за счёт вот как раз тех самых приборов биологической обратной связи. И здесь, да, действительно, скажем, в чём-то нам необходимо повышать чувствительность, но бывают ситуации, когда, скажем, нам лучше забыть, либо лучше, ну, в данном случае не забыть, наверное, перезаписать какую-то информацию, с которой мы столкнулись, и которая для нас, ну, является стрессовой. Вот это, этим, да, этим помогают, скажем так, вот. То есть тот процесс, ну, как говорят, время лечит, да, но у вас есть технологии, которые это время сжимают, да. То есть то, что человек должен был бы пройти за год, и потом у него нормализовалось бы всё, вы позволяете пройти этот период, скажем, многократно быстрее. Да, совершенно верно, то есть, ну, вот почему утро вечера мудренее, да, там время лечит. Ну, человек, там, попавший в стресс, скажем, вот сегодня у него, естественно, там, психическое напряжение, оно зашкаливает, да, со временем, там, на третий, десятый, сороковой день, понятно, что уровень стресса, он снижается. Ну, вот наши технологии, да, они позволяют, по сути, вот этот вот промежуток времени сократить в десятки раз. То есть, ну, так, для примера, люди, попавшие в катастрофу, ну, там, автомобильную катастрофу, или потерявшие близких, да, через 3-4 сеанса подобного плана, ну, они не забывают ситуацию, они не, скажем, перестают, ну, что ли, сочувствовать этой ситуации, но для них вот это ощущение, оно становится гораздо ровнее, и они способны вести нормальную, адекватную социальную жизнь, которую они вели до этих ситуаций. Точно так же, как они, там, скажем, через 2-3 года, в любом случае, уже человек живет, как бы, так сказать, такой жизнью достаточно спокойной. Павел, ну, и вот у образовательных учреждений самое главное, как в наше время оценивают навыки, компетенции. Вот что в этой части ты мог бы сказать о навыках, компетенциях, которые приобретаются вашими студентами, обучающимися у вас, и как они потом пригодятся в жизни, где люди могут работать, получив такую специальность у вас? Знаете, в этом плане мы, наверное, являемся таким уникальным, не побоюсь этого слова, учебным заведением, потому как эти навыки, они в любой сфере жизни, они применимы. Я уже об этом начал говорить, да, чуть раньше, то есть, эти навыки, их можно опрокинуть на собственное здоровье, то есть, соответственно, улучшить самочувствие, избавиться от ряда заболеваний. Эти навыки можно опрокидывать на взаимоотношения, хоть с близкими, хоть с коллегами, хоть с рабочими, то есть, по линии, скажем, общения, взаимоотношений, в бизнесе. В бизнесе, безусловно, это и как нахождение общения, да, нахождение общего языка, так и, вот как я сказал, предвосхищение каких-то событий. Да, люди, подписывая договор, они находятся в ситуации, ну, очень большой неопределенности. В наше время неопределенность с каждым днем растет, и, например, для любого там предпринимателя важна, ну, каждая частичка какой-то вот определенности. С нашими навыками, ну, скажем, на 100% вы будущее, конечно, не будете видеть, но вот определенное более понимание, к чему может привести заключение той или иной сделки, это тоже используются. Если говорить о, ну, формальном завершении образования, ну, то есть документах, да, мы выдаем диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации. У нас два направления сейчас есть, это биосенсорный психолог-консультант либо преподаватель биосенсорной психологии. Ну, в основном биосенсорный психолог-консультант. Вот, опять же, здесь эти навыки могут приниматься, ну, специалистами, которые работают с людьми. Это, скажем так, ну, начиная от тех же врачей, ну, может быть, в меньшей степени, ну, массажисты, остеопаты, психологи, воспитатели, тренеры. То есть это огромный целый пласт людей, которые получают дополнительные компетенции к их основной, ну, работе. Вот. Хотя, опять же, ряд учеников наших, они выходят сами вот именно специалистами в биосенсорной психологии. И уже есть довольно много центров, ну, школ, которые были организованы именно нашими уже учениками. То есть чисто биосенсорных. То есть, да, востребованы просто как биосенсорные психологии. Понятно, что это добавка к любой профессии, она важна, но появляется и чисто профессиональная деятельность уже в этом русле. Вот, Павел, я слышал в завершении, хотел уже о будущем узнать, слышал, что у вас есть замысла после успешного проведения вот научной конференции такой локальной провести и более широкое обсуждение этих вопросов. Да, совершенно верно, потому что вопрос на самом деле уже наболел. У нас есть огромное количество мероприятий, которые, на которых говорятся о, ну, каких-то сверхспособностях человека. Но зачастую эти сверхспособности заканчиваются условно гаданием на картов Тара, продажей амулетов и так далее, и так далее. На нормальном, ну, таком вот профессиональном уровне таких мероприятий не проводится. Да, есть медицинские конференции, есть конференции, связанные с медицинскими приборами и оборудованием. Да, но опять же, есть большой плац специалистов именно в психических навыках. Да, не психология в чистом виде, а все-таки психология с использованием, ну, вот способностей человека к тонко-чувственному там восприятию регулирования. Поэтому нам хочется популяризировать в целом это направление, объединять людей, которые в этой области работают, ну, и, собственно, создать такую возможность, да, для обсуждения этих вопросов в широком кругу. Ну, мне хочется верить, что стратегия, я, собственно, и выступаю, вас об этом говорил, стратегия такая глобальная человечество все-таки в развороте к самому человеку. Потому что мы занимаемся чем угодно, кроме самого человека. Понять те процессы, которые происходят в этом микрокосмосе человека, это, мне кажется, едва ли не задача номер один 21 века. Потому что мы все познали, кроме себя самого. И реально вот протекающие процессы, их ощущаешь, но о них же нигде не прочитаешь, и наука даже не задумывается на эту тему. Поэтому мне хочется пожелать вам успехов в этих делах. Ну, и единственное, не вызывает у вас проблем, что, значит, все-таки такая благородная деятельность, она сказывается на внешнем виде, на том, как выглядите. Вот я знаю, что никто не верит в твой возраст, ты так хорошо сохранился для директора института. И связано ли это, ты считаешь, с той работой, которую ты ведешь? Безусловно, это связано. Я действительно уже более 20 лет в этих практиках и в преподавании, и в руководстве организации. И в целом все наши сотрудники и люди, которые занимаются вот этими подобными практиками, да, действительно, они выглядят сильно моложе, чем они есть. И это факт, это действительно так. Ну, наверное, это Божья подсказка, чем нужно заниматься человеческим целом. Не без того, не без того. Если бы все занимались вот тем, чем вы занимаетесь, то, наверное, и воевать было бы некому. Дай Бог. Так что спасибо вам за встречу. И успехов вашему институту. Благодарю. Всего доброго, до свидания. Всего доброго.